Значит, я всех приветствую, меня зовут Евгений. Я для вас сегодня прочитаю открытый урок на тему «Быстрая подзарядка. Способы накопления жизненной силы». И давайте начнем. Скажите мне, как ваше самочувствие, как вы сегодня себя чувствуете, как ваше настроение в этот вторник вечером? Что интересного вы хотели бы сегодня услышать, узнать? Полезного для себя вынести из нашего открытого урока? Скажите мне, есть ли у кого-то, есть ли кто-то, кто пришел с каким-то конкретным вопросом или запросом, что вы бы хотели узнать? Радость общения, да, настроение отличное. У Кати хорошо, замечательно. Так, после работы в метро плохо сил нет. Так, посмотрим, что с этим можно сделать. Было бы. Вставший после работы настроение вроде нормализовалось. Так, хорошо. Так, ничего не успевает. Долго раскачиваетесь по утрам. Да, бывает. Так, поговорим, что можно с этим сделать. Хорошее настроение. Тоже вы устали. Настроение среднее. Так, хорошо. Еще у кого как дела? Расскажите, поделитесь. Посмотрим, чтобы я мог бы дать вам обратную связь. Что еще? Кто нам кто расскажет? Так, все прекрасно, ибо весна. Хорошо. Как преодолеть ли? Такой вопрос. Надо в себе двигательно активное начало развивать. Расскажу про это хорошо. Так, еще кто что расскажет? Смотрю на вашу активность. Будет у нас сегодня активная заинтересована аудитория, я думаю, мы могли бы с вами какую-то практику сделать к концу, чтобы как раз подкачать себя, свою энергетику. Так, как нейтрализовать кратник? Что за кратник? Это что такое? Научиться раньше вставать. Ставьте будильник пораньше, ложитесь раньше спать. Раньше вставать, очень хорошая практика. По солнцу, да, настраивается солнечная активность. У человека, который раньше встает, он становится более солнечным. Можем про это тоже поговорить. Есть время, разное, да. Оно в ведической традиции разделяют на три гуны, как бы некие три силы. Сатва, благость, раджас, страсти и тамос, невежество. Вот, и говорится, что где-то время до 9 утра, это вот сатва, это время благости, когда человек может лучше всего зарядить себя на предстоящий день, наполниться энергией, жизнью, и где можно настроиться солнцем и свою батарейку на весь день зарядить, чтобы быть активным. Если вы встаете и активируетесь уже после 9 утра, то это как бы уже время страсти такое, да, наступает некое. То есть уже как бы самое благоприятное время для работы с собой, для того, чтобы свою батарейку зарядить, оно уходит. Так, научиться раньше вставать, как не... Хочется планы планировать, получать удовольствие от реализации. Пронировать планы. Это прям как праны наполнять свои планы. Удовольствие от реализации. Так, я понимаю. То есть движущая сила некая, да, в социуме, чтобы была, чтобы вы чувствовали, что вы как разогнанный бронепоезд, как бы мчитесь по своему пути, преодолевая любые препятствия и не чувствуете инерцию внутри, которая вам мешает, не дает. Кто хотел бы так научиться? Так. Сегодня отдыхает, ненавидите утром. Ну вот, утром стоит научиться любить. Ну и свою жизнь так, значит, стоит организовать, чтобы утром вас радовало. Обычно, наверное, люди ненавидят утром, потому что из-за того, что следует потом, из-за того, что не любят что потом? На работу идти или какие-то проблемы решать. А это потом сказывается на самочувствии, на состоянии организма. Так, практики все любят. Так, кто-то ворует энергию. Ну, защиту тогда формировать можно, да, экранировать. Или хороший артефакт персей, да, который, вот, не дает без спроса вклиниваться в вашу энергетику. Так, дождь с лединками. Метеочувствительность, упадок сил при пониженном давлении. Так, бывает. Здесь можно накачивать организм жизненной энергии. В клетки, как бы, энергии больше вкладывать. Тогда больше устойчивость должна быть организма. Больше, как бы, некий такой запас, да, энергетический. Вот. Не могу это другим словом назвать, не очень корректно будет. Так. Начинаешь что-то делать, делаешь, делаешь. Потом лень опартия, откат назад, мертвец, в общем, как это преодолеть. Это комплексная такая вещь, как преодолевать. Можно. Попробуем сейчас разобрать. Я бы сказал, что это набор практик, чтобы поддерживать, да, это определенные убеждения, которые нужно себе инсталлировать, и негативные, которые мешают, которые нужно убрать. И это содержимое вашей жизни. Насколько вы следуете своей мечте, да, насколько вы наслаждаетесь, то, что вы делаете, или вы не на своем месте находитесь. То есть это некий комплексный. И подход, и важная еще некая точка впереди в будущем, которая бы радовала, которая давала перспективу, да, чтобы организм эту энергию выделял вам, чтобы вы видели, что идет она, тенденция к лучшему. То есть это целый такой образ жизни и целый, как бы, комплексный подход. Определенный требуется, чтобы прийти. Так, с трудом засыпаете, проснуться не можете. Так, а что со стрессом? Как работаю? Любите свое, обожаете? Вот, отдыхаете нормально или трудоголизм? Есть такие стадии выгорания, когда человек, как бы, выгорает на работе и, соответственно, вот, потом целая симптоматика этому сопутствует. Которая настает, тому Бог дает. Да, кстати, как ни странно, ну, или как странно-не странно, но поговорка-поговоркой, но это же сказано и в той же самой ведической традиции, знакома вам такая богиня Лакшми, такой канал, мы с ним периодически работаем на занятиях. Вот, как раз в этой самой ведической традиции говорится, что тем, кто встает рано, вот эта богиня, она благоволит. То есть, ну, блага дает, да, валит. А если вы встаете поздно, да, и трудолюбие не прикладываете, то, соответственно, говорится, богиня обходит стороной. Отсюда есть некий резон. Так. Так, несправедливо положить, среди здесь засыпает. Угу, это бывает. Хорошо. Я вас понял. Нормально более-менее, скажите, с трансляцией или подвисает. Я просто думаю, нужно ли мне попробовать перейти в комнату. Или в целом звук есть, когда видео есть. Давайте пока попробуем так. Угу. Окей, я понял. Если поменяется, станет не так радужно, да, тогда перезагрузим. Хорошо, ребят, я вас понял. Общее настроение я уловил. Как бы потребность, да, давайте с этим посмотрим, что мы сможем с вами сделать. Кто из вас хотел бы все время быть бодрым и полным сил? Есть ли тут такие, скажите мне? Вот. Есть ли среди вас кто-то, кто бы не хотел? Да. Кто хотел бы быть все время бодрым, полным сил? Поставьте плюсики в чате, чтобы мы вас видели. Чтобы я видел вашу заинтересованность. Угу. Как вы думаете, что мешает? Вот это что является главной причиной? Почему вы не бодрые все время и не полны сил? Вот. Что первое интуитивное? Приходит какое понимание, какой фактор, как бы, приходит номер один, да, который, вот, всплывает. Что вам мешает быть все время бодрыми и полными сил? Угу. Работа, сами виноваты, спать иногда нужно, социум, старые дела, утечки. Угу. Не нравится, чем занимаетесь. Так. Нет удовлетворения от этого, да? Угу. Расход больше. Так. Целей нету. Угу. Так. Дрявое ведро. Ага. С тела вытекает. Подлататься нужно, да? Так. Матрица. Нелюбимое дело. Угу. Несколько раз уже, да? Лень. Угу. Слышал такое определение интересное. Что такое лень? Это естественная реакция организма на неоптимальные действия, на ненужные. Негативные контакты. Угу. То есть социум. Так. Недоделанные дела, хвосты. Сна не хватает. Тоже лень. Эмоции. Угу. Деструктивные. В покое, в ладу с собой. Радости мало. Угу. Так. Ага. Понятно. Как вы думаете, что можно сделать в вашей жизни, чтобы эту ситуацию изменить? Чтобы быть все время бодрыми и полными сил? Было ли в вашей жизни когда-то такая ситуация, такое состояние, когда у вас было уже вот это состояние? Быть бодрым и полным сил? Есть ли такое, что раньше вот эта бодрость была, и в какой-то момент ее, она куда-то делась? Вы проснулись, и о бодрости рядом нет. Бодрость куда-то ушла. Вот. И как вы думаете, почему, как это так произошло? Что такого изменилось? Что такого поменялось? Что бодрость убегает? Так, бывали, да, ситуации? Угу. Регулярные практики помогают. Ну, это да. В отпуск на море, да, было. Так, не помните. Бывает. Бывает такое. Угу. Угу. Старость приближается. Хронос, да. Вот, наступает на хвост время. Угу. Хорошо. Еще. Как-то не настолько бурно, активно вы теперь пишете, да, про... Вспоминая былые, бодрые, как бы активные времена. Так. Былы сейчас, бывают бодрые дни, когда энергия моря, все успеваешь. Настроение хорошее. Угу. Так. Так, другие личности. Ага. То есть, какие-то дни бодрость есть. Настроение хорошее. А какое-то что? Просыпаетесь и уже нет? Или вот засыпаете и уже нет? Или что? Здесь по моему опыту наблюдения могу сказать, образ жизни сильно влияет. Да, давайте попробуем вычленить, какие факторы влияют. Вот. Как вы думаете, что влияет на нашу вот эту бодрость, наполненность сил? То есть, когда-то у многих из вас наверняка были ситуации, когда вы были бодры, полны сил, чувствовали себе силу там весь мир пересобрать, там как бы, да, победить, там добиться всего. И в какой-то момент, наверное, это ушло. Да, произошло столкновение с реальностью, с ситуациями, с какими-то обязательствами, там, задолженностями и так далее. И, ну, будем считать, что вот некий позитивный опыт, он у нас где-то есть, да, когда это состояние было изначально. И какая тенденция, она идет, как бы, хуже становится, там, от месяца к месяцу, от года к году, или как бы тренд, он повышательный, нам как-то получше становится, да, или все время, как бы, где-то вот на одном уровне. Как вот оно у вас? И, в целом, какие мы могли бы выделить факторы, да, что влияет в нашей жизни на вот это состояние бодрости? Другие личности. Так, мотивации нету, да, мотивация сильно влияет, можно про это поговорить. Просыпаетесь и уже нет, то есть во время сна что-то происходит. Бывает такое. Иногда, как бы, во сне можно попасть на не самые приятные места. Был у меня такой опыт иногда, вот, когда во сне куда-то забредаешь, совсем не в то место, где хотел бы оказаться. Вот, вы быстрее просыпаешься оттуда. Ну, и хорошо, если можешь оперативно эти последствия убрать, помятости, которые во время ночи, да, во сне возникают. А если человек, как бы, не в курсе и не знает о таких вещах, проснулся, сон плохой и забыл, да, а помятость осталась какие-то. Так, качественный сон влияет. Кушать плотно. Не знаю. Вот, кушать, если плотно, то организм загружается в энергии, да, в пищеварение все уходит, и организм весь ресурс свой тратит на то, чтобы переварить. То есть это, как бы, расход энергетический идет. Так, защита браслета Атлантида. Чувствую себя прекрасно. Даже стоит физически. Да, очень хорошая и сильная вещь с браслетом. С приобретением жизненного опыта стараешься делать лишних движений. Так, оптимизация некая происходит. То есть опыт нам помогает не меньше энергии. Не делать те действия, где мы, как бы, энергию зря растрачиваем. Повышается довольно медленно. Бывают упадки довольно длительные. Так, наверное, влияют всякие проблемы в социуме. Так, что еще? Пока как-то маловато, не вижу сильного анализа. Да, что влияет на наше состояние бодрости? Чтобы нам быть бодрячком, полными сил, и за день переделывать, как бы, недельный объем, что нам не хватает? Так вы думаете, что вам в жизни не хватает? Что, вот, если бы вам дать, у вас вот была вот эта бодрость и возможность достигать, да, возможность преуспевать в жизни? Да. И реализовывать. Ведь наверняка каждый из вас хотел бы добиться чего-то еще. Да, наверняка каждый из вас хотел бы преуспеть в жизни, вот, в социуме, в ближайшее время увидеть какой-то прорыв в своей жизни, какие-то достижения получить, какую-то позитивную динамику. То есть, начать что-то делать, что, и вы увидите, что, как бы, качество жизни меняется, что есть какой-то просвет в конце туннеля. Что необходимо для этого, как вы считаете? Какой первый шаг вам нужно сделать, чтобы вот это обрести? Так, родственники объедают. А почему? То есть, им не хватает внимания, энергии. Вот. И хорошая практика – это их самим предварительно подпитывать тогда, чтобы они не объедали. Может, они, у них, сами они там болеют, или какие-то перекосы есть в энергетике, им нужно, самим энергии не хватает. Так, повышаются медленные упадки, лень, стрессы, завидная регулярность. Угу. Вот. Но со стрессами мы можем что-то сделать? Есть хорошие практики, телесно-ориентированные, которые позволяют стрессы купировать и уменьшать. с телом, работа с медитацией. То есть, пробовали ли с этим поработать? Так, серотонин. Вот. Ну, а на одних гормонов, на одном серотонине. Может, не выездишь, да? То есть, нужно более комплексный. Подпитка из неиссякаемого источника нам надо. Так, возможно, возможно. Сифиротическая традиция нам дает такие возможности, да и руническая, да? В общем, любая энергетическая традиция, где мы можем с энергиями внешнего мира работать. Так. Много чего в жизни реализовали, теперь не видите дальнейших целей. Угу. То есть, нужно на новый этап выйти. Ну, это раз. Да? Да, но реализовав эти цели, насколько вы себя потратили, свой организм. И цели, они какие? Материальные, да? Часто люди, которые материальное надоедают, они находят другие цели. Там, духовные, социальные. Вокруг есть масса вещей, которые можно делать. Людей, которым можно помочь, получать от этого удовольствие. Есть много интересных проектов, реализуемых вокруг, в которых можно участвовать и обретать некий смысл, да, за счет того, что вы видите, ну, как бы вы берете ответственность за что-то. Да? Например, не знаю, жертвуете на то, чтобы лес там вырастить, какой-то сколько-то гектаров, или чтобы там каких-нибудь тигров сохранить, леопардов. Вот. Так, умение подключаться к аналитическим каналам. Нормализовать сон. Так. А что со сном-то? Если столько всего уже достигли, да, то что удовлетворенности это не придало. То есть, видимо, ценой собственного стресса, да, и спокойствия. Так. Время и вера отложены удовольствием. Сначала надо, наверное, почиститься, да. Хорошая энергия. Лишнее состояние движения. Желание. Так. Желание, чтобы энергии было. Это некий как стимул, да, как некая цель у нас должна быть. Плохо, когда у человека нету цели, когда движение, оно бесцельное. Организм что говорит? Мы никуда не движемся, значит, энергию не выделяем. Да, у нас есть, давайте разберем эту модель. У нас есть сознание. Сознание — это некий такой капитан. Представьте себе подводную лодку, и у нее есть перископ. Да, и к этому перископу есть доступ только у сознания. И вот наш разум, он определяет то, что, как бы, воспринимает дальше тело, организм, да. Дальше организм — это, как бы, трюм. Некий — это, вот, гуморальная система регуляции железы. То есть, они получают те сигналы, которые идут сверху. Если у нас нету впереди цели, которая нас зажигает, то тогда организм говорит, ну, что, ну, что-то, как бы, да, все. Вот, кидаем якорь. Двигаться некуда, значит, что, энергии не выделяем, да, все, керосин закрыт. Вот, и просто из-за того, что человек не видит перед собой цели, не ставит перед собой какую-то конкретную цель, элементарно, нету энергии, потому что ее организм не выделяет. И это проблема многих людей, которые попали в такую жизненную ситуацию, где какой-то цели нету, да, где их ничего не стимулирует. И это чашкое состояние, оно может длиться долго очень. И единственный здесь выход – это начать думать, начать вспоминать, начать счищать с себя своего разума лишнее, да, наносное, вот этот, как бы, некие наслоения, такие, как шлаки энергетические, с тем, чтобы докопаться до ядра, докопаться до центровины вот этой эмоциональной. Часто, когда человек живет, взаимодействует с социумом, то важно выжить, важно в социуме преуспеть. И человек в себе создает некую маску, некую оболочку интеллектуальную такую, и часто свои эмоции просто забивает, превращается в такое неэмоционирующее, не бесчувственное некое существо. И человек тогда теряет некий компас по жизни. Человек перестает понимать, куда двигаться, что хорошо, что плохо, да, что я хочу. И раскопать потом очень тяжело, потому что некоторые люди начинают учиться врать себе и окружающим, присваивая себе чужие цели, реализуя по жизни чужие цели, там, да, начальника, например, цели, там, да, окружение цели, родителей цели, и забивают на свои цели, на свои желания и привыкают так жить. Резонируется ли с кем-то такая ситуация? И дальше человек сталкивается с тем, что не знает себя, что в жизни ничего не радует, что нету эмоций, нету компаса, нет желаний. Что сделать в такой ситуации? Нужно признать себе, признаться, да, что ситуация, что это про вас, что ситуация такая есть, и начать себя раскапывать, начать заниматься самопознанием, да, признать, что та картина мира, которая сложилась, она, ну, не совсем корректна, и начать ее корректировать. То есть начать задуматься, да, а что же действительно вы хотите, а когда последний раз вы чего-то хотели, когда у вас была эмоция, что вы чего, вам что-то нравится. Потому что человек как бы внутри себя выращивает некого такого суррогатного критика. Это как бы такая, ну, не мыслеформа, ну, не знаю, не субличность, но это некий такой монстрика, да, композитная штука из каких-то личностей, которые, позиции которых человек усвоил и создал сам себе тюрьму, создал сам себе темницу, то есть ад некий, да, то есть если там был какой-то родитель такой жесткий, прессовавший человека, да, или там был какое-то окружение, там, начальник такой, или там еще коллеги, то это вот на, там, ребенке, на человеке отпечатывается некий вот этот вот оттиск, да, там, не рви, будь бесчувственный, там, и так далее. И в итоге человек сам себе выращивает некий забор, некую темницу, в которой и томится, и, соответственно, страдает. Вот, и жизнь не в радость. С утра просыпаетесь, радости нету, утро ненавидим и так далее. Почему? Потому что мы внутри себя зачастую сами вырастили такое. Есть у кого-то такое, замечали за собой, можете, как бы, признаться, да, что к вам это как-то может относиться, то, что я говорю. Вот, и это бывает, зачастую случается в жизни, но вы в этом не виноваты, да, это тот опыт, который вы пришли получить в этой жизни, да, вы это усвоили, эти программы, вот таких же людей, которые сами себе такие вот клетки строят, создают, и все в ваших руках, в ваших руках возможность все изменить, заниматься самопознанием, поработать над собой, вы из такой клетки сможете выйти. Я вам больше скажу, что вам поможет в этой ситуации, да, это вот сильная техника, практика, которая позволяет с этим работать. То есть вот эта вот темница, что это такое, да, клетка, в которой человек живет, это определенные нейронные цепочки, это такая, как бы, некая колея, которую мы, как мы привыкли мир видеть, наша картина мира, да, и мы привыкли, что мир все время такой, что утро, оно там какое-то дурацкое, да, что мы там не высыпаемся. Спасибо. Спасибо. Подвисло просто немного комната, поэтому я подождал, пока оно отвиснет. У меня, наверное, слишком много вкладок, просто открыто на компьютере. Вот, то есть возникает некая привычка, да, и человек в себе изо дня в день формирует одну и ту же какую-то картину мира, что вот мир, он такой. Но вам не обязательно это делать. И выход из этого, хотите знать, в чем выход? Кто хочет знать, в чем выход? Как выйти из такого положения вещей? Да, как выйти из такой вот ситуации, из такого дня сурка? И каждый день вам вот не нравится, да, каждый день вот он не доставляет вам радости в жизни. Вот, хотите знать, да? То есть ключ, он в осознанности. В осознанности, в понимании, в осознании. То есть что такое осознанность? Осознанность — это когда ваше сознание наполнено светимостью, наполнено энергией. Да, когда ваш разум достаточно плотно поел, да, когда ваш разум достаточно полон энергии для того, чтобы работать, для того, чтобы осознавать. Эта осознанность, она появляется, ну, при определенном взаимодействии с миром, при определенной, там, медитации, при определенных практиках. Это качество, оно нарабатывается. Это состояние, когда у вас энергия, часть, она с уровня тела, организма, возводится наверх, на уровень сознания. И ваше сознание, оно как светится немного начинает, да, ну, или много по разной степени. Вы получаете вот это состояние осознанности. И эта осознанность позволяет вам не жить автоматически. Не жить, как бы, изо дня в день, делая те же самые выборы, те же самые выплескивая мысли или эмоции, не всегда позитивные. А исходить из какого-то другого, более позитивной, более созидательной позиции. Я, ну, вот опять же, здесь можно вернуться к тому, что я говорил, рассказывал про три гуны, или некие силы такие, природные, психические, да, которым человек подвержен. И человек может быть проводником, и каждый из вас проводит то или иное качество. Кто-то может проводить качество тамос, невежество. И это будут люди, которые сквернословят, которые негативят, которые критикуют других людей, которые выплескивают негатив и все ругают, да, и ругаются сами. Это вот, как бы, низкочастотный тамос. И человек, который привык своей головой вот в этом находиться, он будет проводить, как бы, некий внешний поток энергии, силы, которая с этим резонирует и в свою жизнь будет такое притягивать. Следующий уровень – это раджес, страсть. Да, это другой несколько уровень, когда люди, как бы, вот, увлекаются, да, в пике, в буре энергии могут выплескивать что-то. Здесь нету баланса, здесь есть некие, как бы, перекосы, да, есть некая чрезмерность. И третий уровень, ведь третье качество, как бы, гуна, да, сила, которой всем следует стремиться, ну, стоит это делать. Это сатва, это благость, это состояние такого гармонии, баланса и внутреннего света. Да, и это состояние, когда вы всему окружающему миру и людям желаете благости, желаете добра. Когда у вас нету выплескивания негатива к окружающему миру, к окружающим людям, вы в разной степени, в равной степени, да, желаете окружающему миру и окружающим вам людям некой благости, благополучия и добра. И что это дает? Это дает то, что вы сонастраиваетесь сами с этим неким потоком благости. И вы становитесь проводником такой благости, и эта благость, она в вашу жизнь входит. Соответственно, из вашей жизни автоматически выходят деструктивные какие-то вибрации, люди, ситуации, которые в вашу жизнь приносят вот этот вот дискомфорт, вот этот деструктив, агрессию какую-то. Это заменяется неким светлым пространством. Понятно, примерно, о чем я говорю? Потом, как это связано с нашим мозгом, с нашим мышлением? Привычка. То есть вы привыкли мир воспринимать вот так. Это просто привычка. Но вам не обязательно всю жизнь это делать. А если вы все время, не знаю, стукаетесь пяткой или коленкой обо что-то, или наступаете на какую-то граблю периодически, вам не обязательно все время, каждый день это делать. Как бы каждый день себя травмировать. Да, вы за счет осознанности, осознания, то, что вы пробуете вот осознавать происходящее у вас здесь и сейчас, можете пробовать менять свое поведение. В чем, ну, как бы сложность? У вас в мозге уже сформировались устойчивые нейронные цепочки, автоматизмы. Просто потому, что вы много раз это делали. Но вы можете этот шаблон поменять. Вы можете начать целенаправленно, сознательно вкладывать энергии в то, чтобы выработать новое поведение для вас. И тогда вы начнете каждый раз, делая, как бы поступая, да, живя из вот этого состояния благости, или как будто вы в этой благости находитесь, вы в своем мозге формируете новые нейронные цепочки. И ваш мозг, он просто перестроится. Не мгновенно, не сразу, но говорится, что, говорят, что три недели где-то нужно, да, на вот эту перестройку. И вы за, там, три недели можете начать жить совершенно другой жизнью. За счет позитивного настроя, за счет позитивного отношения. То есть сначала вы это можете немножко, как бы, осознательно, да, и искусственно делать, но потом это становится привычкой, такой нового образа жизни. Вот, состояние благости, да. Работает принцип резонанса, работает принцип комплементарности, да. Подобное всегда притягивает подобное. И вы в свою жизнь притягиваете то, что вы внутри себя представляете, меняя себя изнутри, вы начинаете притягивать в свою жизнь совсем другие вещи. Так вот, что нам нужно, чтобы быть бодрыми, да, и полными сил, исходя из этого? Я бы сказал, что нужно выработать, нужна осознанность, нужно выработать новые привычки, а именно новый образ жизни. Что вы на этот счет думаете? Хотели бы вы сформировать, выработать такие новые привычки, такой новый образ жизни, который бы вам позволил вот в этом состоянии бодрости, полноты сил все время пребывать? Вот, я могу сказать, что я такой путь прошел. Да, я достаточно давно занимаюсь практиками, работаю с собой, и в этой области накопил уже очень богатый опыт, зная как бы изнутри, как все это происходит. Вот. Для этого тоже нужна энергия. Да, для всего нужна энергия. Ну, мне, скажем, в этом плане, может быть, достаточно легко, потому что я развил в себе способности эту энергию, достаточно для меня просто из окружающего мира извлекать. С тебя в любой момент могу настроиться на источники, на потоки энергии, сколько мне нужно этой энергии получить, такого качества, которое мне нужно, запитаться, раскачаться, и, соответственно, нужную работу выполнить. Но, что я мог бы посоветовать вам? Да, ну, заниматься самопознанием и практиками, учиться и тренироваться, потому что эти навыки, они очень много что дают. Да, то есть я за счет своих навыков могу не зависеть от своих состояний, от того, выспался я, не выспался, да, спал я нормально там 7-8 часов или только там часа 3-4, и не очень, когда-то такое было, вот, и все равно я могу чувствовать себя хорошо и бодро за счет умения навыков работы с энергией. Вот, но в последнее время у меня нет в этом необходимости для меня, сколько я просто себе нормализовал образ жизни, свой режим распорядок дня, и это происходит, вот, наполнение энергии, бодрость, оно естественным путем происходит. Соответственно, как бы пройдя такой вот путь, да, путь от, ну, чего там, греха таить, было когда-то, когда я просыпался в 12 в час дня, ложился, я бывала когда-то там в 3, где-то в 2-3 ночи, было нормально, периодически позднее, вот, но приходишь к тому, что это крайне непродуктивно, что так жить нельзя, да, то есть я могу это компенсировать практиками энергии, запросто, как бы, прокачаться, да, и поспав часа 3-4, могу себя накачать энергетически, свои центры, и чувствовать бодрость, и быть продуктивным, но это, к нам, такая уже магия, да, это уже такой некий перегиб. Оказалось, в итоге все равно пришел к тому, что гораздо продуктивнее естественным путем следовать естественным природным ритмам, жить по солнцу, синхронизироваться, настраиваться с солнцем, и это дает гораздо больше. Вот, но это в плане энергии. Так, во сколько спать ложусь? А вам зачем? Вот, ну в последнее время, на самом деле, в 11 вечера ложусь уже спать. Ну вот, я просто хочу попробовать, попробовать, да, в таком режиме пожить, прийти, когда я мог бы просыпаться в 5-6 утра, и это время сатвы, это время благости. Вот, и заниматься, соответственно, в 5-6 утра медитацией, да, практиками, прокачки тела своим духовным развитием. Вот, ну, как приду, попробую, тогда, наверное, расскажу. Чувствовать в себе разное качество энергии тоже надо, понять, чего не хватает, ну, как взять. Такой распорядок, как сказали, ну, да. Чем это плохо, такой распорядок? Потому что это вот жизнь в тамосе, это жизнь в невежестве. Живя такой жизнью, вы, как бы, подвергаете себя воздействию вот этому деструктивному, ну, психическому полю, деструктивным, низкочастотным энергиям. И когда вы начинаете понимать, когда вы просто знаете о том, что есть вот это состояние благости, да, есть вот это вот состояние, там, страсти, так называемое состояние невежества, вам хочется это невежество из своей жизни убирать. И это приводит к тому, что нужно свой распорядок менять. То есть, насколько вам бы не хотелось жить там в грязи, когда, ну, вот, не поворачивается, да, у меня язык дальше говорить, потому что это как бы не из благости. Вот, то есть, ну, представьте, вот люди, которые живут не совсем, как бы там в чистоте, в уюте, в комфорте. Вот, есть определенное определение, да, для таких людей, вот, когда немножко такой вот свинарник в жизни, бардачок. И одно, все между собой взаимосвязано. Бардак, как бы, в доме, на столе, как бы, да, он порождает бардак в жизни. В отношениях, в деньгах, да, в уме, дальше одно перекидывается на другое. Вот, и оказывается, стратегически, что просто, вот, иметь там, не знаю, просто бардак на столе, да, или там вот в доме, или в своем распорядке жизни, оно невыгодно очень становится. Понимаете, о чем я говорю? Так. Спать ложится полезно, но некогда. Я бы вам предложил подумать, что некогда не ложиться спать. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что я вот такой, ну, трудоголик. Я занимаюсь школой, да, достаточно давно, вот там, с 11-го года, и все на мне. Я работаю там круглые сутки. Раньше так было, да, с утра, то есть целый день, без выходных и без ничего. И все время нужно, что вот вечер, еще нужно доделать кучу дел. Там поток идет, как бы, вот, событий, дел, да, и нужно вот сейчас это делать, там, час, два ночи, не отложить, как бы, на утро. Не отложить на завтрак, потому что некогда. Вот. Но оказывается, в итоге, что это очень деструктивно, что это ведет к очень неправильным и не, как бы, к хорошим последствиям дальше по жизни. Оказывается, что некогда, да, как раз-таки делать так. Так, хотите ли в свой режим солнца перейти? Многим полезно. Можно, наверное, запустить такой проект, да, «Живем по солнцу». В 7 утра, да, кто готов просыпаться в 6-7 утра, делать трансляцию какую-то общую, вот, зарядку, как бы, такую коллективную, кружок по интересам. Так, вот будет. Угу. Такие практики. Угу. Не получается желание, с утра ничего делать. Грижет, ночью как-то все лучше получается. Это потому, что вы по Луне больше сонастроены. Нужно, нет сонастройки по солнцу. Нету, как бы, чувствования солнца и солнечного ритма. Организм привык, как бы, по Луне сонастроиваться. И я прекрасно знаю, о чем идет речь, потому что когда-то у меня было то же самое. У меня пик активности начинался где-то после 4-5-6 вечера. Да, то есть у меня был пик продуктивности где-то вот после 6. Вот. И там где-нибудь до часа, до двух. Вот. Но все это в итоге не самым лучшим образом сказывалось на всю жизнь. Встаете в 5.30, да. Но спите, как бы, на сон все равно 6.30. Спать не высыпаете, значит. Есть большой параметр качества еще сна. Вот. Ну давайте, наверное, будем двигаться дальше. Так, 7 утраниц. Много тратить нервных сил. Тут есть целый набор параметров, которые влияют. Так. Да, 4-5 петров ставать легче, чем 7. Есть. Есть такое. То есть хватает ли вам сейчас энергии? Да, я думаю, что вот по нашему разговору мы примерно выяснили, что не очень совы и жаворонки. Я думаю, это сонастройка, опять же, как бы по Солнцу или по Луне идет у людей. Какая, как бы, что в психику записано, да, какой режим. Смотрите, что я вам хотел сегодня рассказать. В школе есть такая интересная технология, ACD-артефакты. Кто знаком с вот этими штуками? Кто из вас с такими работал? У кого из вас такие есть? Наверняка. Ну напишите. Так, еще. Это все? Есть. А если есть, то какие у вас есть? Работаете ли вы с ними часто, периодически, регулярно, постоянно? Или так, иногда? Вот. И что за вот эти CD-артефакты у вас имеются? Напишите. С чем вы работали? С какими CD-артефактами? И получили ли вы с какими-то этими CD-эффекты? С какими? Вот. Или так, как бы купили, попробовали? Чего-то, чего-то как-то так? Пишите. Так, видели где-то такое, не пользовались. Так, еще. Все, только один человек. Периодически. Есть лечебный, денежный, встреча. Это сновидение, да? Основной, денежный. Так, редко работаете. Пробую, не получилось. Так, еще. Ложа. Магическая. Это снасть защитно-выделенного пространства во время сна. Альт используется. Ага. И как? Чувствуется эффект? Вот. Сон становится управляемым. Так, тоже ложа, лечение. Пользуетесь часто. Хорошо. Магическая академия, видимо, да? Не получилось. Много пробовали. Получается, кроме встреч. Так, очень нравится. Хорошо. Лечебный. Снится комната. Ложа. Вот, но комната, она не то, чтобы сниться должна, ложа, да? Она просто должна быть. Так, понятно. Хорошо. Еще. Яркие сны. То есть, вместе с дисками. А кто, кроме дисков сновидений, кто-то работал, кто-то пользовался? Помимо дисков снов. Или только вот со снами? В основном. Давайте ссылку почитать где. Но попозже дадим. Так. Угу. У нас, да, есть как бы на сайте, в магазине вот эти диски-артефакты. Но есть еще новая, как бы, линейка, которая не со снами связана, а с состояниями. И это достаточно удобный такой инструмент, про который я вам хотел вот как раз рассказать. В аспекте работы с энергией, защитой и теми же с нами. То есть, смотрите, что мы выяснили. Нам для того, чтобы в жизни преуспевать, в социуме, энергия нужна, да? Что еще? Сон. Высыпаться. Нужно. Правильно. Что еще? Нам нужна защита некая. Чтобы нас окружение не кушало, да? Чтобы нас окружение не, там, как это, скрадывало, да? Вот. Энергии наши не уворовывали. Чтобы наши энергии оставались у нас. Вот если бы мы могли вот эти три параметра закрыть. Скажите, стало ли больше у нас энергии? Да, если мы получим источник энергии, если мы получим защиту своей энергии, чтобы энергии не терять, и если мы нормализуем свой сон, свои сновидения и научимся во сне восстанавливаться, восстанавливать свои силы так, чтобы просыпаться. Да, даже если мы немного спим отдохнувшими и восстановившимися. Как вы думаете, да? Какова ваша интуиция? Как вы думаете, какова ваша интуиция? Учится ли у нас наше состояние? Так. Скажите мне. Кто считает, что если вот эти три области направить, то качество вашей жизни улучшится? Да. Кто хотел бы услышать, чем пользуюсь я? И какие есть интересные инструменты, чтобы вот эти три области улучшить, поправить? Хотели бы узнать, чем я пользуюсь? Да. Что у меня у самого лежит под подушкой? Да. С чем я работаю с утра? Для того, чтобы поддерживать себе состояние нужной бодрости. Работать собой. Ну вот. Хорошо. Не буду томить. Я пользуюсь. Достаточно удобная как бы штука. Если уметь хорошо и правильно ей пользоваться, это вот эти CD-артефакты. Что это такое? То есть это и CD, с одной стороны это CD-диск, с другой стороны это артефакт. Что такое артефакт? Артефакт это некий заряженный предмет. Да. Это, скажем, физический материальный носитель, в который вложена определенная энергетическая зарядка. То есть там есть некий импульс энергии в артефакте и там есть модуляция информационная. Да. То есть вот у меня есть кристалл и он заряжен. Это артефакт. Да. Это кристалл аметиста. Но это не просто кристалл. Он из зарядной машины. И с помощью специального устройства сюда был вложен плотный мощный импульс энергии. Он промоделирован. Сюда записаны определенные информации. То есть когда я его активирую, я активирую некую маслеформу или то, что называется заклинание, которое позволяет что-то строить на мир воздействия. В частности здесь майянские пауки, так называемые, чтобы строить структуры. Вот у меня есть кольцо. Кстати, мне комфортно, когда я его одеваю. Здесь система зарядная наномагия. То есть оно у меня, скажем, в данном случае на указательном пальце. То есть это уровень его таджины сознания. И здесь заложена некая зарядка, маслеформа, которая раскидывает некий как зонтик такой энергетический и сгребает высокочастотную энергию. В результате моё при взаимодействии с артефактом, с кольцом, когда я его просто одеваю, то моё сознание расширяется и запитывается энергией. Я получаю состояние такого более расширенного ума. То есть параметр экстрасенсорики, считывание информационных потоков в разы увеличивается. Интуиция как бы на порядок сразу возрастает. Я как из воздуха начинаю информацию черпать о ситуациях, о состоянии человека, о чём-то ещё. И, соответственно, идёт некая запитка. Вот это артефакт. Пример, да, понятно? Вот, у меня тут ещё есть разные, но я не буду там всего вам показывать, что у меня на столе. И в виде такого некого артефакта есть вот CD-диски. То есть это на базе. То есть, скажем, в артефакте носителем есть мы выполнен некий материальный объект. То есть вот кристалл, там кольцо, статуэтка какая-то. Вот у меня есть такая курильница, чаша, как источник энергии некий. Это носители. Здесь в школе взяли в качестве носителя CD-диск. И на этот CD-диск записана информация, разные слои. То есть здесь есть аудиоинформация, текстовая информация, видеоинформация, картинки. Как бы визуальная, определенного качества. И дальше эта информация, она собрана в некую единую систему. Объединена за счет заклинаний определенного. У диска дальше есть некая мандала для активации. Некая печать с обратной стороны. То есть на диск записывается информация физически, но она не используется, он не используется как CD. То есть вы его никогда не вставляете в CD-ROM и не считываете. Он всегда, этот диск, он используется именно как предмет. Так же, как мы бы использовали просто артефакт. Вот кольцо или вот там кристалл или какой-то любой другой тип артефакта. Сюда записывается определенная информация, которая формирует мыслеформ. Ну вот, в данном случае диск, который я держу, защитный. Это такая сильная защита, защита Атлантида. Боевая, как бы для меня. Другой диск, артефакт, это золото Небелунгов. Денежный диск. Да, я, кстати, по деньгам мы недавно провели интенсив. Кто-то из вас, наверное, участвовал. Магические деньги. Привлечение денег магическим путем. Такие случайные деньги. Я говорю в конце, что я проведу еще один интенсив. Вторая часть магических денег. И эта работа, она будет связана с как раз вот этим CD, золото Небелунгов. То есть здесь на CD записана целая система. Такая. Она достаточно сложно сформирована, сконфигурирована. Здесь используется, ну, тут, наверное, большинство людей из школы. Вы должны знать, что такое шлем РА. Мандалы там шлем РА. Возможно, да. Да, гипермозг, то есть формируется некий такой разум, который настраивается на вероятности получения, привлечения денег. И их усиливает, то есть формирует такие силы. Там 15 канал материализации, да, вот в этом гипермозге, где самые мельчайшие вероятности притяжения к вам денег, они усиливаются. Они становятся проявленными и материализуются. То есть здесь в таком вот CD записана целая система, которая вот работает полностью самоавтоматически по активации диска, которая разворачивает некий такой усилитель ментальный. Он сканирует все возможные варианты вашего заработка и усиливает, материализует какие-то вероятности привлечения к вам денег и создает вот эту тягу. И все это записывается на одном CD. То есть целая такая машинка, да, которая начинает работать, раскручивается, когда вы диск активируете. Интересна такая система? Вот, у меня есть, ну я вам просто примеры покажу, чтобы вы понимали, что это такое. Вот есть CD, он пока без обложки, которым я пользуюсь. Третий глаз. То есть здесь записана система активизирующая третий глаз. Вот, и очень здорово работает. То есть я активирую эту штуку, вот этот артефакт, да, как бы сам вот этот диск, как некий носитель, как некую информационную емкость, как некая такая сфера Земли, да, то есть это как некая мыслеформа. И происходит активация, прокачка и запитывание моего третьего глаза в видении. То есть возникает реально ощущение, что вот в лбу звезда горит. Появляется плотность, такое как бы ощущение, как некое, не знаю, прокалывание чего-то в лоб. Возникает некое скважение, да, и третий глаз приводится в активный режим. Вот, ну и здесь как бы защита Атлантида такая боевая, мощная очень система достаточно. Чем я еще пользуюсь, это вот ключ гильдии, да, включение гильдии, скажем, прогрессоров. Но есть к этому CD для снов, для снов. Чуть позже еще об этом поговорим. Да, там магического уже есть. Есть CD, активация правого полушария, вход в магический режим. Есть вот, скажем, CD псионика, да, это активация способностей, там, к телепатии, к работе, к считыванию сознаний других людей. Вот, эти CD, они вот в ближайшее время появятся у нас в магазине, их можно будет приобрести буквально в течение вот в этой неделе. Это уже можно будет делать. И есть, как бы, базовый комплект. То есть, это суперзащита. Вот суперзащита, смотрите, диск есть здесь на слайде. Вот он, как бы, да, на картинке. Суперзащита. Это суперзащита, такой диск, который создает экранированное пространство. Достаточно плотное. То есть, оно такое армированное, мощное, плотное пространство, защита как раз. Очень прикольный диск, хороший, активация правого полушария. То есть, чтобы все вот эти технологии, психотехники, с которыми мы работали, работали, всем нужно правое полушарие раскачать. Сделать его активным, проявленным, прокаченным. То есть, это вход вот в такой магический режим. Да, и есть вот магическое ложе. Вот на картинке здесь с краю, как бы, к самой крайней, да, вот левый диск. Такое вот ложе некое, магическое ложе. Оно создает пространство для сна, для управляемых снов, для того, чтобы можно было свои сны программировать. И я этим часто очень пользуюсь. Это очень крутая техника. Ну, вот как раз у меня есть сколько-то таких вот сидит. Я тут сгребал из-под подушки и, как бы, вокруг, чтобы вам показать. Есть интересный, как бы, сон лечения тела, лечения во сне. То есть, вы во сне попадаете, как в некую там клинику, в ситуацию, где ваше тело пролечивается. Вот, ну, нашел где-то, видимо, не отправлен какой-то сексуальный сон. Получение впечатлений, как бы, определенных, да, во время сна тоже работает. Вот, диск деньгам. То есть, вы, как бы, нарабатываете денежную энергию во сне. Сон встреча, встретиться с кем-то. Вот, ну, я еще работаю диск, по-моему, шаманский сон. Когда вы во сне попадаете в некий лес, где вас друиды лечат, прокачивают. Сон выхода из тела. Есть сон защита. То есть, вот, со сном защитой я работал достаточно хорошо. Когда как раз какая-то стрессовая ситуация, какое-то психическое издавление. Активируете этот седи, и вы во сне попадаете в некое защищенное, такое армированное пространство. Вы, как бы, защита во сне. Магический университет. Вот, упоминали. Работал я с таким, но с него есть всякая чудесатость. Такая магичность появляется. И периодически может сниться какие-то занятия в школе. То есть, я периодически с этим диском я попадаю на какие-то тренинги магические, на какие-то занятия. Вот, прохожу какие-то семинары, пока сплю. Такое бывает. Интересный был опыт. У меня есть сон, по-моему, абдукция называется, да, с инопланетянами. Вот, то есть, я как-то решил это диск активировать, и я немножко прифигел, как бы, от сна, который мне приснился. То есть, я реально там во сне конкретно провзаимодействовал с какими-то инопланетянами, с какой-то технологией инопланетной. Было очень занятно, очень так странно. Вот, ну, в общем, вот эта тема со снами очень интересная штука. Так вы просто ночью спите и спите, а так вы можете свои сны программировать, задавать. Но здесь, как бы, ну, нужна определенная техника. То есть, есть нюансы, да, что стоит делать. Хотели бы научиться этим пользоваться, скажите мне. Есть ли интерес узнать, как с этим работать? То есть, я сейчас делаю новый такой диск, который называется «Жизненная энергия». Вот, и этот CD, я его сейчас тестирую, я его допиливаю. Это как раз такой диск, который можно активировать утром и закачиваться энергией. Вы его активируете, да, в этом диске есть параметр. То есть, чтобы работать с вот этими CD, вы активируете вот эту печать. Слышно меня? Да, то есть, активируя эту печать, вы активируете ту информацию, которая здесь заложена. Это особая, как бы, некая такая печать, которая позволяет проявить ту информационную начинку, которая записана на диске. В результате диск, он работает как некий носитель мыслеформы. Как некий носитель структуры. Вот мы на занятиях пользуемся мандалами. Знаете, вот мы, как бы, да, рисуем спиральки и фиксируем мыслеформу. Представьте себе мыслеформу, там, на 2-3 гигабайта информации. Мыслеформу, которая состоит, там, из многих-многих сотен файлов. То есть, если там не полтысячи, поможет, там, добыть по тысячу каких-то файлов. И вот это мыслеформа. То есть, каждая, как бы, картинка, каждый аудио, видео, файл, каждый текст, это, как бы, целый договор, это целое пространство. И в таком диске вот это вот вся слой информационный, он заложен. И если мы говорим про экстрасенсорику, двойка земли, это умение чувствовать структуры. Да, то можно взять, как бы, два разных диска, настроиться на них, и они по информации, по качествам будут разные. И, скажем, я могу вот эту информацию почувствовать, которая есть в CD. Я могу эту информацию активировать и сделать ее проявленной за счет печати специальной. За счет вот этого CD, да, такой. Сделав эту информацию проявленной, я могу вокруг CD создать некое поле информационное, некую мыслеформу, вот эту проявить. То есть, ту информацию, которая записана на CD, вот эта мыслеформа, этот договор, я его могу сделать проявленным. Да, я его могу, как бы, вот масштабировать и сделать проявленным, выраженным через этот CD. Таким образом, вот этот артефакт, он становится заряженным и проявленным. То есть, он начинает нести в себе определенную плотную информационную модуляцию, определенное качество энергетическое. И дальше этот CD, он работает как артефакт. То есть, вы его берете в руки и вы его, там, кладете на него правую руку, закачиваете его энергией, вы его включаете, и он начинает пульсировать. Вы входите во взаимодействие с той вот плотной мыслеформой, которая активирована, прокачана вокруг этого CD. И вы, как бы, входите внутрь вот этого договора, внутрь пространства. Понятно ли, о чем я говорю? Я сейчас, вот, дорабатываю такой вот CD, жизненная энергия. То есть, туда вложена энергия природы, солнца, канал солнца, да, туда заложено включение и активация вот этого второго энергетического кольца и состояние запитки энергии, состояние заполненности энергии, состояние вот работы с цугун, с энергетическими прокачками и так далее. И это дублирует то, что я сам делаю за дня в день для того, чтобы с утра активировать и прокачать, проснуться, активировать свои энергии. То есть, это что? Это настройка на солнце, да, это очистительные процедуры, это гимнастика энергетическая, там, упражнения, какие-то комплексы, там, кундалини-йоги, чтобы тело активировать. Это работа с энергиями, да, это включение в канал солнца через мандалы, через настройки, через, там, карты, таро. И активация солнечного канала, и активация наполнения своего сознания, энергии, солнца. Это работа с герминевтикой, активация внутреннего вот этого ядра, прокачивание своей энергетической станции, энергостанции своего организма. И включение в энергии природы, наполнение клеток своего тела, энергии природы. И эта цепочка, она занимает достаточно какое-то продолжительное время. То есть, можно так вот работать с прокачкой, там, где-то час, чтобы вот прокачаться, накачать энергии. И я решил этот процесс оптимизировать. И, соответственно, всю эту работу, весь этот комплекс вложить в такой CD. В такой вот артефакт. Сейчас. Вот. Слышно меня было? То есть, я сейчас вот разрабатываю такой CD-артефакт, который позволяет сразу вот эту работу получить. Сразу получить вот это просыпание ума и накачивание энергии. Интересно вам такое? Соответственно, я сам, вот я вам показывал множество дисков, я ими все время пользуюсь. Например, вот, настройка на гильдию. Да, то есть, у меня есть прописывание в гильдии, прописка, да, в гильдии. Я могу в нее включаться так. Но в CD записано, там, пару гигабайт информации. И возникает очень четкая наводка, как бы, да, непосредственно в нужное качество. Он обладает энергетикой. И активировав диск, его чувства, я сразу свое сознание могу настроить на нужное качество. Сразу включиться. И это достаточно удобно. Это достаточно быстро происходит за счет этого. То есть, я пользуюсь также регулярно защитным диском. Да, если нужно, как бы, защиту какую-то подкачать в социуме, раскрутить, чтобы вокруг меня была некая такая сеть из боевых эфритов. Достаточно такие, вот, серьезные штуки. Не буду даже углубляться, говорить, что это. Вот, но, как бы, состояние безопасности создает очень замечательно. Ну, ура! Я пользуюсь CD для снов, для программирования, как бы, вот, задания, сюжета своей сна. Да, иногда это может быть, там, активация направо-полушария. У меня нет необходимости особо активировать через CD. Я могу это и так делать. Вот, но для других это очень полезная функция. Как происходит? Ну, я вам примерно сказал, как, вот это, что из себя этот CD представляет. Понятно ли вот это, что это такое примерно? Что это за предмет такой, CD-артефакт? Понятно ли, что он может давать? То есть, за счет определенной, вот, обработки этого CD, вокруг него формируется мыслеформа, энергетика. То есть, этот диск, он несет, он как артефакт и имеет зарядку. Эта энергетика, она проявляется за счет того, что диск активируется, заряжается. Здесь формируется некая такая плотный сгусток энергии, как бы такой оттиск энергетический. Да, здесь формируется, как бы, некая такая сфера стихии Земля. И внутри этой сферы начинает проявляться та информация, которая записана физически на самом диске. А в чем преимущество? Этот CD, он может работать, ну, практически вечно, если вы умеете его активировать. Если вы знаете, в чем секрет активации, да, как проявить вот эту информацию. Секрет этот лежит вот в этой печати, в умении его активировать, эту печать. Когда вы активируете эту печать, то здесь проявляется некий дух, связанный со стихией Земля, некий, как бы, поток, да, некий объект, некое существо с тонкого плана, которое вот эту вот информационную начинку надувает, как шарик такой энергетический. Только этот энергетический шарик, он имеет плотную модуляцию по стихии Земля. А Земля — это структура, Земля — это информация. Да, то есть активируя печать, у вас вот вокруг этого CD вырастает такой плотный, структурированный энергетический шар. Дальше вам достаточно положить руку, как бы, да, вложить этот CD, как бы, к себе. Она строится на эту маслеформу плотную, и вы можете уже поработать, получать, как бы, готовое качество. То есть то, что вы получаете вот в этом CD, это некий эквивалент нескольких часов упорной работы. То есть если вы будете несколько часов сидеть и по многим-многим-многим параметрам прорабатывать эту маслеформу, формировать вот этот энергетический шар, заряд стихии Земля, внутри этого сначала нужно эту сферу создать энергетическую, вкручиться в стихию, получить стихийную подвижку, а потом вложить сюда плотную модуляцию. То есть так же самое вам нужно пересмотреть множество, как бы, картинок настроечных, файлы какие-то прочитать, резонансные тексты, если это защита какая-то, скажем, да, фильмы какие-то, маслеформа. То есть сформировать, чтобы маслеформа ваша была такая много-много-многогранная, чтобы они не были, чтобы эта маслеформа не была такая, очень, как бы, бедная, да, однобокая. Вот, формируется, то есть чтобы сформировать эквивалент в этот CD, мне бы нужно было бы работать несколько часов, часа два-три мне бы потребовалось. Ну, где-то, я не знаю, так, чтобы качественно, да, но мне, если еще собрать все эти материалы и потом вот эту вот маслеформу формировать, но я бы, наверное, работал где-нибудь там часик-полтора. И все равно мне бы это нужно было бы зафиксировать в мандалу, эту маслеформу, чтобы она не затерялась. Потом бы я эту мандалу, опять же, клал на нее руку и активировал бы эту мандалу. А представьте, что мы можем в мандалу вложить физически, как бы, вот эту информацию, как бы вложить физически, там, сотню, полтысячи картинок, да, там, несколько десятков видеофайлов, фильмов, текстов, как бы, несколько десятков, там, полсотни-сотню аудионастроек, аудиозаклинаний вложить в такой, вложить в мандалу, представляете? А вот в CD это все вложено уже. И за счет вот этой печати у вас получается возможность вот всю эту информационную начинку сделать проявленной, сделать ее плотной. Таким образом, получается вот этот артефакт. И дальше, как они активируются, да, ну, активируются они через печать, как им пользоваться? То есть вы кладете руку на него. Это, может быть, левая рука вы кладете, либо вы можете класть правую руку на вот этот артефакт. Видео появится. То есть когда вы кладете, мы кладем левую руку, то идет наложение информации на меня. Я накладываю информацию, вот эту вот мыслеформу модуляции на себя. То есть если я хочу поработать с каким-то, с притяжением денег, то я активирую этот диск, я его надую, да, чтобы он, активирую печать, чтобы активирую связь вот с этим духом, активирую, надую этот диск. Я могу в него накачать энергию, положив правую руку. Дальше я на него кладу левую руку и начинаю считывать, начинаю как бы в себя впитывать эту модуляцию. И я начинаю эту денежную систему накладывать на себя. И вокруг меня, вот я воспринимаю, раскидывается такая сеточка, как бы даже с крючками, и тяга возникает. То есть это похоже, как такая сеточка со многими крючками, которые раскидываются в пространство, цепляют какие-то возможности денежные, и начинают их тянуть, то есть как не вот такой, стягивать. Причем здесь, ну, я сейчас четко считываю некий разум, который начинает, ну, материализовывать, уплотнять вот эти возможности. Вот, ну, в общем, если я сейчас дальше как бы посижу еще пару минут поработаю, то я создам некое сильное воздействие такое, денежно-тяговое. Да, но я вам лучше расскажу чего-нибудь еще дальше полезное. Вот. Таким образом это работает. Вот что можно с этим делать. Да, то есть с этими CD можно, соответственно, закрывать те проблемы, про которые мы сегодня вначале говорили. С помощью вот этого CD жизненная энергия можно активировать вход в вас, зарядку вас, жизненной энергии. С помощью CD защита можно активировать вокруг себя вот этот защитный кокон. Вы этот CD можете носить с собой в сумке, например. Да, и он будет примерно активировано в вашем коконе, в вашем поле. Вы будете как в неком таком энергетическом панцире. И CD правое полушарие рекомендую всем, кто на занятия ходит. Мы начнем им пользоваться активнее на занятиях. Распространим среди учеников. То есть эти CD, они не сильно дорогие. Там, да, каждый может себе позволить. Но эффекты от них очень сильны. И магическое ложе создания программируемых снов. То есть вот это те базовые какие-то вещи, которые можно использовать. Хотели бы вы научиться, скажите мне, работать с вот этими CD, так, чтобы у вас реально были результаты. Так, чтобы их чувствовать, научиться их активировать. И решать вот эти проблемы, решать некие задачи, получать реальный результат. Вот. Я советую просто потому, что сам использую. Да, то есть, ну, просто смотрите, это как бы вот то, что я просто у себя в комнате нашел. Как бы, да, и вот это вот все CD-артефакты. То есть вот, 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 скажем бы, да, вот. Вот. Я еще не выгреб то, что у меня под подушкой находится. У меня там сразу целый набор, несколько дисков. Вот. Я просто сам этим пользуюсь. Это удобно. Они у меня постоянно под рукой, я могу быстро включиться, я могу быстро получить подпитку. Ну, и мы в школе, да, эти диски, как вот, особенно диски снов, мы все достаточно давно, они есть. И я вижу, что очень много скупают. Очень много кто интересуется, да. Я вот спрашивал, у многих из вас эти диски снов есть. И все время возникает вопрос, как их активизировать, как с ними правильно работать с этими CD, как от них реально получить результат. Да, мы как бы вот купили, мы попробовали поработать, да, но как результаты улучшить, чтобы... То есть мы вот почувствовали, что чего-то есть, работает. Как это делать систематически? Я решил сделать такой интенсив из трех дней, на котором как бы все-все мельчайшие нюансы, все, что я узнал о работе с этими CD за все время, взаимодействие с ними, рассказать. Как бы все эти нюансы вам выдать, чтобы вы тоже могли этим пользоваться. Интересно вам такое? Более того, да, я решил сразу как бы сюда сделать новый, разработать диск, вот этот жизненный энергия, чтобы вам было легче вставать, активироваться с утра. И в силу я решил вложить некую акцию, да, то есть можно выбрать будет вам, вы сможете выбрать пакет, такое участие в интенсиве, где вы доплатите одну тысячу рублей и получите сразу три CD-диска в комплекте. В том числе вот этот CD жизненная энергия. При этом, ну, сам CD, он где-то тысячу стоит, да, то есть вы получите как бы три по цене одного, причем, ну, жизненный диск жизненная энергия, что я сейчас доделал, он будет стоить полторы где-то. То есть достаточно, на мой взгляд, интересное предложение, достаточно, на мой взгляд, выгодное. Хотите посмотреть, что именно будет в этой программе, в этом интенсиве? Все будет идти три дня, и мы, я думаю, оперативно всем разошлем эти CD, вот, и... Я рассчитываю, уверен, что вы сможете получить массу удовольствия от освоения этой технологии и, главное, массы пользы. То есть, по крайней мере, ну, я могу судить по себе. То есть, я бы точно не стал предлагать то, что не попробовал сам. И я могу с чистой совестью рекомендовать, просто сам пользуюсь. CD эти стоят совсем немного, на мой взгляд. Ну, тысячу каждый может себе позволить. То есть, сколько стоит ваша энергичность, чтобы чувствовать себя бодрым, энергичным в течение всего дня. Вот, то есть, освоив технику, да, вы можете, приобретя диск, там, за тысячу-полтора рублей, вы получаете такую, как бы, ключ к розетке, да, некую вилку, через которую вы можете подключаться к розетке и каждый день себя, вот, энергизировать, заполнять энергией. Вот, ну, в двух словах о себе, да, почему слушать, я думаю, в основном, вы мою историю знаете, в курсе. Мы приглашали на этот вебинар, на этот урок, открытый главным образом учеников школы. То есть, занимаюсь я этими практиками достаточно давно, сам из города Риги. Риги, с 2000 года я занимаюсь практиками, психокинетикой, попал в школу Атлантида в 2003 году. И с тех пор там занимаюсь, развиваюсь, достаточно быстро стал в этой школе лидером, получил право вести обучение от имени этой школы. И в результате у меня был, я работал в банке, у меня была хорошая карьера, хорошее образование есть, да, я собирался переехать в Лондон, работать в инвестбэнкинге, вот, но я уже вел занятия, я понял, что мне, как бы, читать отчеты, за ним вести занятия интереснее, делиться своим опытом, чем заниматься какими-то там банковскими продуктами, финансами, да, то есть, я не увидел в этом, как бы, какой-то своей внутренней реализации, своего предназначения. Вот, и я в 2011 году принял решение из банка уйти и свою жизнь поменять. То есть, из такого высокооплачиваемого специалиста в банковской сфере стать учителем духовного пути неком, помогать другим, что мне, в общем, очень нравится. Я, как бы, ничуть ни на грамм не жалею, что я рискнул этим путем, прошел. То есть, я уже за это время провел более сотни курсов, обучил более тысячи человек. И, соответственно, я считаю, что мне есть, что рассказать. У меня достаточно такая приличная экспертиза, чтобы научить и довести учеников до результата, чтобы каждый из вас получил массовую пользу. Вот, я разработал простую систему, как можно обучиться работать с этими CD. То есть, после того, как вы пройдете этот тренинг, все, что вам достаточно будет сделать, да, это подержать этот CD в руках минуту-полминуты, вы его сможете активировать и потом положить на него правую или левую руку, и вы будете входить в нужное состояние. Да, и это будет для вас то же самое, что вы, как бы, вот, ну не два пальца в розетку, да, но вот вы, как бы, включились в энергетический источник, вы получаете поток, с которым дальше можете работать с энергией. Диск для стимуляции Аджны. Да, третий глаз. Мы на этой неделе выложим это на сайте. Он появится, этот диск у нас в магазине. И их можно будет приобрести. Да, но самое важное, что я вам на курсе расскажу все нюансы, все детали, которые вам будут нужны, чтобы вы гарантированно получали от работы с этими такими необычными интересными артефактами пользу. Вот, я вижу, уже приходят платежи по номеру заказа. Вот, спасибо тем, кто уже записывается на курс. То есть курс такой сугубо практический. Здесь сплошная практика и польза. То есть я люблю давать такие интенсивы, где можно сразу получать эффект, можно сразу использовать не просто абстрактные какие-то размышления, а такая выжимка пользы, что каждый день нужно утром, днем, вечером, даже ночью вы это будете использовать, работая с этими CD. То есть освоив эту технологию, вы можете совершенно свой уровень жизни на другой уровень, другое качество вывести. Давайте вкратце посмотрим, какая программа интенсива. Интенсив, он в течение одной недели идет. То есть это будет понедельник, среда, пятница, 17-го числа. То есть это через неделю получается где-то, да, мы начнем. Вот, первое, мы разберем устройства этих CD, как принципы их работы, как их активировать, то есть ключевой нюанс, надо знать, да, как вот эту печать включить, чтобы она работала. Мы поработаем с входом в магический режим с помощью вот этого CD активации правого полушария. Это такой CD, который активирует доминантные зоны, доминантные ячейки в вашем правом полушарии и делает, переводит вас в магический режим. Вот, мы посмотрим, как работать в и, и в яме режиме с диском, да, и разберем, как происходит вот это вот надувание этой сферы, как происходит его активация, как можно вот эту энергетику фиксировать в мандалу, активировать. На втором занятии мы будем работать с CD жизненная энергия. Вы научитесь включаться в вот этот поток жизненной энергии и запитывать свое сознание, свое тело, свои клетки. То есть, это такая подзарядка батарейки. То есть, у нас, у каждого есть некая батарейка в теле, и это такая возможность эту батарейку каждое утро подзаряжать. Достаточно быстро можно активировать эффективно вот этот заряд, получить бодрости с утра. И здесь же будет работа с защитным CD. CD, вот это защита, да, защита энергетическая. И третьем занятии мы будем полностью разбирать работу с CD сновидений. Вот это магическое ложе, которое формирует некое пространство для сна. Да, оно разворачивает вокруг нас, вокруг кровати, формирует некую сферу. И это очень интересная работа, я думаю, может, даже если будет пользоваться спросом и интересом, сделая отдельный интенсив, только по формированию вот этого пространства для сна. Здесь формируется сфера жизни, жизненная энергия, формируется внутри нее другая сфера. В результате вокруг вас формируется некий такой купол, некая такая защитная оболочка, внутри которой вы спите. И дальше внутри этой защитной оболочки можно создать модуляцию, можно задать определенные сценарии для протекания вашего сна. И вы, в зависимости от того, какой из CD для снов, вы дополнительно вторым, третьим активируете, будете получать тот или иной характер сновидений. Здесь тоже есть нюанс. То есть здесь есть некий период сонастройки, когда ваше правое полушарие сонастроится с этим CD. И здесь есть некие, ну такие лайфхаки, как бы, да, определенные правила, определенные хитрости, скажем, которые я выявил для себя, которые мне позволяют с вот этими дисками для снов работать эффективно. Вот, так, чтобы многократно повысить. Как действовать на спящего рядом? Не знаю, смотря под чьей подушкой находится. Обычно, ну, я не замечал, чтобы там еще кто-то втягивался. Наверное, насколько сильно вы активируете этот диск. Вот, но в принципе эффект по наблюдениям, по опыту, он идет на того человека, который настраивается на этот диск и в него включается. Вот, то есть здесь среди дисков для снов, да, есть вот эти модуляторы. Есть целительский сон, защитный сон, магический сон, работа там с денежным, да, работа с отдыхом, то есть там сон райский остров, да, сон вообще как бы глубокий сон. То есть вы вообще попадаете во сне на какой-то там метеорит, на какой-то спутник в космосе, где вообще ничего не происходит. У вас происходит в этом сне такой тотальный отдых, тотальная регенерация. То есть есть очень интересные варианты работы с вот этими сиди. Соответственно, я желающих в этом поучаствовать, приглашаю на этот интенсив и приглашаю освоить эту технологию. Мы ее будем использовать дальше в школе. Мы будем использовать вот эти сиди для активации правополушария. У нас будет вот эта работа с золотом небелунгов. Я расскажу отдельно потом, что сюда входит. Это очень сильная, мощная система. У нас будет интенсив по работе с экстрасенсорикой скоро. Ну, потом расскажу. Да, и будет вот этот сиди для третьего глаза, активации для этого. То есть многие очень выиграют, научившись этой технологией пользоваться. Рядом как-то лег. Ну, не знаю. Ничего не могу прокомментировать. Вот. Скажите мне, было ли это интересно? Было ли это полезно? Вот это наше занятие, этот урок. Есть ли какие-то вопросы по тому, что мы с вами сегодня обсуждали? Скажите мне. Значит, мы с вами поговорили о том, что такое вообще энергетика, энергичность. Как ее можно получать? Что этому мешает? Что нужно? Поговорили про образ жизни и про состояние благости, состояние некого невежества. Про то, что стоит свой образ жизни переводить на новые рельсы, привносить вот эту сатву, благость в свою жизнь. И достаточно много мы с вами пообсуждали, подискутировали на эту тему. И я вам рассказал, что из себя представляют вот эти CD-артефакты. Рассказал, как они работают примерно, чем я пользуюсь сам. И рассказал вам немного про интенсив, который я проведу на следующей неделе. Такой мастер-класс трехдневный по работе с этими артефактами. Вот, мы с вами рассмотрели, какие интересные возможности здесь можно получить. Соответственно, я всех желающих приглашаю поучаствовать в этом мероприятии. И сегодня у нас для вас есть акция некая. Можете записаться, да, можно просто сам интенсив, можно вместе с комплектом CD приобрести. Можно отдельно просто сам вот этот CD жизненная энергия со скидкой приобрести. Соответственно, я всех призываю, записывайтесь, участвуйте, оставляйте заявки, чтобы мы всем вам успели эти CD разослать. Да, и вы смогли, соответственно, с ними тогда на занятиях поработать. Вот. Ну, на этом тогда у меня для вас на сегодня все. И, пожалуй, на этом урок мы закроем. Да, все, приходите, записывайтесь на наши занятия. И, соответственно, мы эту работу с вами подробно проведем. Спасибо всем за участие. И до новых встреч. Всех жду на занятии. Пишите, записывайтесь, какие у вас есть вопросы. Вот. Будем на связи оставаться. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.